У них различный возраст, педагогический опыт и совершенно разные ученики. В финал конкурса «Классный руководитель года» вышли учителя трех школ города. Традиционные ролики презентации и доклады о воспитательных системах показали, что все конкурсантки нацелены на победу. Поддержать финалисток пришли коллеги по работе. Наша воля лучше всех! Верим вы в ее успех! Ура! На заключительном этапе конкурсанткам нужно было продемонстрировать, как они могут справляться с нестандартными педагогическими ситуациями. Что делать, если ребенок рисует на заборе, трогает экспонаты в музее или просто слишком загружен учебой? Но педагоги решили и эти задачи. По результатам конкурса победителем стала учитель начальных классов пятой школы Ольга Липина. Ольга Юрьевна очень опытный человек. Дети у нее особые. Нужно найти к каждому ребенку подход. И у нее это очень хорошо получается. И очень хорошо получается работать с родителями. Вот эта совместная работа с родителями, с детьми, дает очень хороший результат. Первое место в конкурсе профессионального мастерства стало для Ольги Липиной признанием ее педагогического опыта. Она работает в пятой школе классным руководителем пять лет. Я считаю, что это не профессия, это вообще образ жизни. Потому что даже дома, занимаясь своими детьми, мыслями, ты улетаешь к своим ученикам и планируешь, что ты с ними сделаешь завтра, что ты с ними сделаешь через неделю. Участие в конкурсах дает учителю возможность не только посмотреть на других и перенять их опыт, но и поделиться своими педагогическими идеями и находками. Но в такой круглосуточной работе было трудно выбрать время для того, чтобы подготовиться к конкурсу. Служисти, конечно, были в плане времени. Очень много текущих дел помимо конкурса было. Но довольны результатом. Также в конце года подвели итоги еще нескольких конкурсов. Юлия Пичугина, учитель 13-й школы, стала победителем в номинации «Современный учитель начальных классов». А воспитатель детского сада номер 4 Мария Илощенина заняла первое место в конкурсе сайтов педагогических работников. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24.